Добрый вечер! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии телекомпании «Черкеск» Мадина Братова. О наиболее значимых событиях из жизни столицы Карачаева-Черкесии за прошедшие 7 дней в репортажах наших корреспондентов. Смотрите сегодня в программе. Сбалансированы и социально направлены. На очередной сессии Народного собрания Карачаева-Черкесии в первом чтении принят бюджет республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной душой и талантами. В преддверии Международного дня инвалидов в столице Карачаева-Черкесии прошел ряд тематических мероприятий и открытие нового профильного учреждения. Благоустройство считается законченным только после озеленения. Руководители администрации Черкесской и Городской думы приняли участие в посадке более 60 молодых деревьев на трех общественных территориях республиканской столицы. Кто, как и на какие цели может получить помощь от государства? В Черкесске продолжается реализация программы социальных контрактов. Расскажем о тех, кто уже воспользовался ее поддержкой. Все условия, чтобы осознать свою вину, отдать долг обществу и выйти на свободу с чистой совестью. В поселке Кавказском Прикубанского района Карачаева-Черкесии открылся новый исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний. 29 ноября состоялась очередная 42-я сессия Народного собрания Парламента Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, внесенных в повестку дня. Среди принятых решений – предоставление льгот по транспортному налогу для участников специальной военной операции и членовых семей. Расширены направления использования средств материнского капитала. Одним из главных вопросов стало принятие в первом чтении проекта закона о бюджете Карачаева-Черкесской республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В повестку пленарного заседания очередной 42-й сессии Народного собрания Парламента Карачаева-Черкесии было внесено 22 вопроса. Однако сразу после ее принятия депутат от КПРФ Сергей Лосков выразил озабоченность в том, что весь предложенный перечень вопросов, цитата, «почти ничем не отличается от повестки дня в обычное мирное время». Президент Путин ввел по своей готовности в КЧР. Разве это не должно найти отражение в решениях парламента нашей республики? Мы знаем, что глава республики, правительство, депутаты принимают меры в ряде направлений. Но разве сессия Народного собрания не должна принимать общие решения, направленные на перевод экономики всей нашей жизни на военные рейсы, чтобы мобилизоваться всему населению? Прежде всего, хотелось бы услышать отчеты, чтобы принимать правительство республики данным направлением, чтобы поддержать нашу военную проносимость. Есть ли у нашего правительства полноценный анализ? Кто-нибудь занимается, мы не знаем. Как это все отразилось, к примеру, на бюджете на следующий год? Демарш депутата коллеги не оценили, отметив, что если есть конкретные предложения, то их необходимо прорабатывать заранее и вносить на рассмотрение в рабочем порядке, а не в форме нотации. К тому же, кому, как не самому депутату, должно быть известно, как отразилось проведение спецоперации на проекте республиканского бюджета, который перед первым чтением уже прошел процедуру публичных слушаний и находится в свободном доступе на официальном сайте Народного собрания. Кстати говоря, однопартиец Сергея Ласкова, глава КПРФ Геннадий Зюганов, совсем недавно на сентябрьской сессии Государственной Думы обозначал совсем другие приоритеты по поводу бюджета страны, не отрицая при этом важное значение спецоперации. Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания, и каждый в этом зале и в стране должен реально оценивать происходящее. Главное сегодня победа куется в тылу, а для того, чтобы тыл был крепким, бюджет должен быть принципиально скориентирован, и в нем определены новые приоритеты. Главный показатель успешной политики – это состояние здоровья населения, образования и проложителя жизни. Что же касается проекта бюджета Карачаева-Черкесии на 2023 год, то в него заложены конкретные статьи расходов, связанных с проведением спецоперации. В частности, чтобы в условиях внешнего санкционного давления поддержать отдельные отрасли экономики, для них вводятся налоговые льготы. Принято также решение о предоставлении льгот по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. Но при этом бюджет остается сбалансированным и на 70% социально ориентированным. Проект бюджета сформирован с увеличением расходов и доходов. У нас сейчас порядка 70% социально ориентированный. В проекте бюджета у нас предусмотрена индексация заработных плат на уровне инфляции 5,5%. У нас стипендиальный фонд индексируется. Мы предусматриваем поддержание уровня зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы, так называемые наши указники майские. Средний ориентир у нас идет 27 600 заработная плата на следующий год. От этого будем ориентироваться. Также у нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимости медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. Также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях. Поддержка не только экономики, но и материнства и детства. Также отразилась в принятых на сессии законопроектах. Согласно одному из них, с 1 января 2023 года стационарные медицинские организации республики при оказании медицинской помощи детям в определенных случаях должны будут бесплатно предоставлять спальное место и питание для одного из родителей или опекунов. Еще один законопроект, представленный профильным комитетом, касался сроков и направления использования средств материнского капитала. При рождении или установлении четвертого ребенка или последующих детей, материнский капитал используется не раньше, чем при исполнении трех лет. При этих поправках, которые внес наш коллега Муслаха Балиевича, Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели. К работе регионального оперативного штаба по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей все активнее подключаются общественные и волонтерские организации, меценаты и неравнодушные граждане. На днях очередной груз из Карачао-Черкесии для помощи нашим военнослужащим направили в зону проведения СВО. Наряду со снаряжением и обмундированием бойцы получат и моральную поддержку для поднятия боевого духа, рисунки и письма от детей. Сегодня нашим солдатам и офицерам важно знать, что ими гордятся и очень ждут дома с победой. Именно этот посыл передают дети через свои рисунки на фронт. Сегодня Карачао-Черкесия демонстрирует невероятное сплочение, что позволяет нам еще больше гордиться родным краем и нашими земляками, отметил глава республики Рашид Тимрезов в публикации на своем телеграм-канале. Как известно, 2022 год указом главы Карачао-Черкесской республики Рашида Тимрезова объявлен годом людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках приуроченных к нему мероприятий 2 декабря в преддверии Международного дня инвалидов в столице Карачао-Черкесии состоялось официальное открытие нового профильного учреждения. Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья образован на базе школы-интерната имени Лотокова и в городе Черкесске. Его главное направление – деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это, безусловно, неоценимая и долгожданная помощь родителям в воспитании своих деток в вопросе трудоустройства и социализации, в том числе и самих мам и пап. Все педагоги учреждения имеют высшую категорию, прошли необходимую переподготовку, а для воспитанников центра из отдаленных населенных пунктов есть возможность пребывать в нем круглосуточно. В новом учреждении, рассчитанном на 150 учащихся, созданы максимально комфортные условия не только для получения образования по адаптированным образовательным программам, но и коррекции физического и психического развития. Есть возможности развивать свои таланты, получать навыки и знания. Дорогие педагоги, дорогие родители, я хочу вас поблагодарить за терпение, заботу и любовь, и то внимание, которое вы дарите нашим, вашим деткам каждый день. Сегодня в этой школе работает команда профессионалов, которая делится своими знаниями, которая делится своей любовью, частичкой своей души. Я часто бываю в этой школе, и я вижу, с какой теплотой встречают в этой школе данных деток. Я вас доверяю, дорогие родители, что вашим деткам здесь очень и очень комфортно. В продолжение темы. 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями, признанный привлечь внимание общества к их проблемам. Он объединяет не только инвалидов, но и всех неравнодушных к их судьбе людей, которые стараются создать им благоприятные условия для жизнедеятельности во всех смыслах этого слова. В том числе и для творчества. В региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел ставший уже традиционным концерт незрячих и слабовидящих артистов. Их таланты оценила Гульмира Лайпанова. К этому празднику Международному дню инвалидов причастны все те, кому не чужда боль других, кто словом и делом поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает жить и работать в современных реалиях. Муниципальное образование нашей республики оказывает огромную поддержку инвалидам в вопросах создания безбарьерной среды, обеспечения их необходимыми наборами социального обслуживания. Успешно реализуется госпрограмма «Доступная среда» и единственная в Северо-Кавказском федеральном Украине республиканская программа по социальной адаптации людей, имеющих проблемы со зрением. Естественно, вся эта поддержка не может в полной мере избавить инвалидов от их каждодневных трудностей. Но следует отметить, что их сила воли и стремление к жизни каждый раз доказывает нам то, что они сами могут многое. И тому пример Сорокина Татьяна, которая в этот день порадовала и поддержала присутствующих своим душевным выступлением. Для незрячей артистки нет преград на пути к её творчеству и желанию дарить добро своим слушателям через трогательные композиции. «Такие концерты, такие мероприятия, они как-то людей сплочённее делают, мне кажется. Сплочённее, увереннее в себе, чтобы люди были чуткими друг к другу. Я думаю, что это самое главное». Со дня основания общества слепых прошло уже более 25 лет. А это серьёзная дата. И такое внимание к инвалидам в этот день никогда не проходит бесследно. Это мотивирует незрячих к новым свершениям. Тому пример их победы в конкурсах художественной самодеятельности, достижения в спорте, в области культуры и искусства. И, конечно же, с каждым годом этот праздник обретает новый, особый и очень важный смысл. «Самое главное – это как бы привлечение общественного мнения, посмотреть, показать, что мы просто не только инвалиды, но и маломобильные люди. Ну и можем много… Понятно, что это героические люди, которые лишены практически на 95% информации. Ну вот стараемся помогать им, практически поддерживаем, насколько мы это можем. И хотим, чтобы нам тоже помогали в этом плане общественность и разные предприятия, благотворители». Всего по нашей республике порядка 3,5 тысяч незрячих. «Это люди с невероятной силой духа, мужеством и выдержкой, оптимистическому настрою которых можно только позавидовать. Их активная гражданская позиция является достойным примером для окружающих. И это все помогает им быть выше жизненных трудностей. А от нас им нужно всего лишь чуточку внимания и заботы». Гульмира Лайпанова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. «Благоустройство общественных территорий» считается законченным только после озеленения, заявил мэр Черкеска Алексей Баскаев. И вместе с другими руководителями администрации города и думы лично принял участие в посадке деревьев. Так, в Новом сквере на проспекте Ленина, а также в Центральном парке республиканской столицы на минувшей неделе высадили более 60 молодых саженцев. Это краснолистный клён, кинго-двулопастный, яблоня, таринго, скарлетт. Подробности в нашем следующем материале. Сквер на проспекте Ленина после благоустройства стал одним из самых популярных общественных мест республиканской столицы. Оставалось только провести его озеленение. Помимо специалистов зеленстроя, в посадке саженцев приняли участие и руководители отделов администрации Черкеска, во главе с мэром города Алексеем Баскаевым. Новую общественную территорию украсят 4 шелковицы и 18 декоративных слив с яркой кроной. Все знают, что деревья – это легкие города. Поэтому наш город всегда был зеленый, и нам надо сохранять эти традиции, высаживать много деревьев. И на следующий год запланирована очень большая посадка. Эти деревья, которые мы посадили сегодня, они уже будут свести весной будущей, и они очень красивые, с интересной красной листвой. В парке центральном мы посадим яблоню, и также еще посадим сливу. Это все очень такие интересные, необычные деревья. Ну и в целом, конечно, будем уделять большое внимание посадке по всему городу, и в том числе и в частности парковых зонах. В акции по озеленению участвовал и глава города Валерий Дедук, депутаты Думы Черкеска, а также юные экологи, учащиеся гимназии номер 5 республиканской столицы. Это нужно для нашего города, его нужно украшать. И делать лучше. Делать лучше наш город. Я считаю, что это очень полезно и важно, потому что это наш город, и мы должны его беречь. Декоративная слива очень красиво цветет и, безусловно, украсит общественную территорию. Весной озеленение сквера будет продолжено, пообещал городоначальник. Специалисты зеленстроя высадят различные цветы и кустарники. Республиканская столица станет еще уютнее и краше. Следует отметить, что все работы по благоустройству, как и ранее, будут планироваться и проводиться с учетом мнения горожан. Мадина Братова, Миха Каракелян. Итоги недели. В 2020 году стартовала федеральная программа социальных контрактов для поддержки малоимущих граждан и стимулирования предпринимательской деятельности. Ее реализация активно идет и в столице Карачева-Черкесии. Напомним, что социальный контракт – это соглашение, в рамках которого учреждение социальной защиты населения оказывает гражданину помощь, а он, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Кто, как и на какие цели может получить помощь от государства – в репортаже Руслана Альботова. Программа социальных контрактов, согласно постановлению правительства РФ, с 2021 года действует во всех регионах страны. Малообеспеченные и безработные граждане могут заключить соглашение с органами соцзащиты и получить финансовую помощь от государства. Семьи с детьми имеют приоритетное право. Но в отличие от выплаты пособий, цель социального контракта – помочь нуждающимся поднять уровень дохода, перейти на самообеспечение и улучшить свою жизнь в долгосрочной перспективе. Иными словами, дать им не рыбу, а удочку. Важная особенность программы заключается в том, что выплаты могут использоваться только по целевому назначению. Первое – это поиск работы. Социальный контракт здесь может заключаться на срок до 9 месяцев. При этом в рамках социального контракта, пока человек ищет работу, выплачивается пособие в размере прожиточного минимума. Второе направление – это осуществление предпринимательской деятельности. Он может быть заключен на срок до 1 года. Сумма выплаты будет составлять до 250 тысяч рублей. Третье направление – это введение личного подсобного хозяйства. В программе социальной адаптации у нас обозначены будут и сроки, и мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках социального контракта. Семья или гражданин, заключивший социальный контракт, составляют установленные программой отчеты о расходовании предоставленных средств. Если социальный контракт не исполнен, мероприятия не исполнены, тогда средства, выплаченные в рамках социального контракта, нужно вернуть. В прошлом году в Черкесске было заключено 223 социальных контракта. В этом уже 350, при запланированных 380 на сумму более 32 миллионов рублей. Из них около половины – на осуществление предпринимательской деятельности. Мы уже неоднократно рассказывали о жителях республиканской столицы, которые воспользовались этой мерой господдержки. Кто-то из них открыл тренажерный зал, кто-то швейную мастерскую или маникюрный салон, кто-то кружок дополнительного образования или собственное производство продуктов питания. Как, например, Лаура Жадаева-Гаджиева. Выпечкой кулинарных изделий она увлекалась еще в школе, позже решила совместить приятное с полезным и начала потихоньку искать клиентов и реализовывать свою продукцию. Однако для расширения любого бизнеса требуется его модернизация. Собственных средств на это у Лауры не было. Брать кредит тоже рискованно. Тут-то она и узнала, что есть возможность получить финансовую помощь от государства. Не у всех же есть возможность купить сходу сразу, допустим, те же две сушки, морозилку, печку. Не у всех бывает, что в кармане лежит такая сумма сразу. А государство в славу помогло. Я попробовала, представила бизнес-план, принесла продукцию, всем понравилось. В Собизе были очень добродушные. Комиссия, когда меня уже выслушивала, комиссия, чтобы принять решение, тоже очень вежливая и очень добродушная. На тот момент давали 250 тысяч, я получила 200. И сразу пошла по магазинам, как говорится, покупать все, что мне нужно. Лаура приобрела духовой шкаф для выпечки, большую морозильную камеру и сушилку для фруктов и производства пастилы. Средств, полученных в рамках соцконтракта, на все это оборудование не хватило. Пришлось добавить свои. Но зато теперь удалось расширить свой бизнес и вывести его на профессиональный технологический уровень. Теперь дело за малым. Осталось отчитаться о выполнении своих обязательств по социальному контракту. Отчитаться за средства, куда они потрачены. И каждый год предоставлять отчет о проделанной работе. Глядя на такие примеры, все больше людей проявляют интерес к социальным контрактам. Они приходят за консультациями и начинают собирать пакеты документов. Стоит отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально. Совместно с заявителем составляется проект программы социальной адаптации, после чего она должна быть утверждена муниципальной межведомственной комиссией. В последнее время горожане и гости республиканской столицы все чаще стали жаловаться на грубые нарушения правил дорожного движения и некорректное обращение с пассажирами водителей общественного транспорта Черкесска. В этой связи сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую беседу с водителями автобусов и троллейбусов, а также разместили в общественном транспорте Черкесска социальную рекламу, призывающую к соблюдению правил дорожного движения. Есть такие водители, но бывают еще, которые неадекватные, которые быстро, побыстрее, ну как бы свой рейс сделать, но это редко происходит. Очень быстро едут, и вот когда выходишь, они очень быстро, ну как, трогаются, ну как, пока еще не вышло. Раньше было дело, один там был такой пожилой мужчинка, дымил все время, вот, а сейчас все хорошо. Как показал наш соцопрос, водители общественного транспорта зачастую не соблюдают правила дорожного движения. Курение в салоне автобуса во время вождения, разговоры по телефону, нарушение скоростного режима, некорректное обращение. Это далеко не полный список претензий, которые предъявляют пассажиры к водителям общественного транспорта. Хочу пожаловаться на маршрутные автобусы. Так нарушают, создают аварийные ситуации, обгоняют. Сейчас буквально подрезал с третьей полосы, пытается проехать на первую. Я сегодня просто в кресло вцепилась на светофоре, когда такая маршрутка возле онкодиспансера поворачивала на светофоре. В пару сантиметров от меня, не сбавляя скорости, автобус под углом вошел в поворот. Шумахеры на новых автобусах. Людей везете, ребята. Не дрова, а поди. Прямо от каждым словом подписываюсь. Наглее водителей, чем в Черкесске, нигде нет. Особенно, когда от остановки отъезжают и сразу перестраиваются на вторую полосу. И плевать они хотели, что по этой полосе кто-то едет. Так как в соцсети и на телефон доверия поступает очень много жалоб от граждан, то что водители общественного транспорта нарушают правила дорожного движения. С целью недопущения нарушения таких правил мы сегодня провели беседу с водителями. Также в качестве небольшой акции социальной рекламы на общественном транспорте установлены баннеры социальной рекламы, которые указывают водителям на некоторые виды нарушения ПДД, которые необходимо соблюдать для того, чтобы избежать травм на дорогах. Данное мероприятие проводят с целью сохранения жизни и здоровья людей. Учитывая все эти факты, сотрудники госавтоинспекции отдела МВД по городу Черкесску провели профилактическую беседу с водителями общественного транспорта. Люди жалуются на то, что водитель разговаривает по телефону во время движения. Некоторые курят, некоторые нарушают правила. И не только это пассажиры обращаются, люди и со стороны. Они вас снимают, вы общественный транспорт, должны показывать наоборот пример. Убедительная просьба, не нарушайте правила. Зачастую водители выезжают на вторую, а то и на третью полосу дороги, что может привести к аварийной ситуации. Сами сотрудники черкесского пассажирского автотранспортного предприятия объясняют это тем, что дороги Черкеска в часы пик слишком загружены. И выезд на вторую полосу – это вынужденная мера. Пока у нас не будет для общественного транспорта первая линия, им приходится иногда выезжать и на вторую, и на третью бывает. Это у нас на сегодняшний день. На остановках, где эти магазинчики, когда разгружают это все, помеха для наших автобусов. Но так или иначе, для дорожного движения не зря придумали правила. И расхожее выражение «не дрова везешь» – отнюдь не главная причина, чтобы их соблюдать. Независимо от того, одушевлен ли груз в салоне, хотите вы этого или нет, вокруг другие участники дорожного движения, жизнью которых рисковать нельзя ни при каких обстоятельствах. Ну а бесшабашным водителям стоит задуматься о том, что среди пешеходов или пассажиров вполне могут оказаться и их близкие. Вадина Братова, Андрей Дорошенко, Миха Каракелян. Итоги недели. Осознать свою вину, отдать долг обществу и выйти на свободу с чистой совестью. В поселке Кавказском Прикубанского района Карачао-Черкесии открылся новый исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний. В новом учреждении созданы все необходимые условия для содержания 130 осужденных и выполнения ими принудительных работ. На открытие исправительного центра побывала и наша съемочная группа. Исправительный центр номер один поселка Кавказский предназначен для содержания осужденных принудительным работам. Помимо отбывания установленного судом срока, главная задача этого центра – это, конечно же, становление осужденных на путь исправления. И здесь для этого созданы все необходимые условия. Находиться в этом центре будут лица, совершившие преступления небольшой степени тяжести. Будет дополнительно рассмотрен вопрос по размещению контингента осужденных. До 400 человек на территории агрокомбината «Южный». Уже бизнес-сообщество имеет интересы по расширению данного вида наказания, исполнения наказания и есть определенные наработки у правительства. Остается работа по линии УФСИН, по созданию условий нормативных для содержания осужденных в субъекте. Ну и, соответственно, первая ласточка – это открытие данного исправительного центра, который оборудован в соответствии с требованиями законодательства по всем федеральным стандартам. Этот исправительный центр рассчитан на 130 осужденных, 118 из которых – мужчины. Мужские и женские комнаты расположены на разных этажах. Это 30 жилых комнат с условиями, максимально приближенными к комфортным. Здесь есть все необходимое для удобного пребывания. Пищеблок и столовая, прачечная для стирки и сушки белья, душевые и бытовые комнаты, а также немаловажный аспект – комната для отправления религиозных обрядов. Все помещения, которые мы прошли, соответствуют необходимым требованиям. Даже помещения, где будут находиться лица, по квадратным метрам соблюдены. Имеется пожарная безопасность. То есть это необходимо в первую очередь. Отрудиться осужденные будут не только в свое благо, но и благо людей. А в этом деле им поспособствует агрокомбинат «Южный», который готов предоставить необходимое количество рабочих мест и разводку осужденных. Также представители ОФСИНА подчеркнули, что открытие этого исправительного центра является важным шагом гуманизации всего института исполнения наказаний. Вы сами увидели, какие здесь условия. Они максимально приближены, скажем так, к тем, которые есть и дома. Конечно же, это все только для того, чтобы люди по отбыванию своего наказания влились в наше общество полноценными гражданами. Условия в исправительном центре значительно отличаются от колонии. Здесь осужденные могут иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими. Пользоваться средствами мобильной связи и даже в особых случаях выходить за пределы центра с разрешения руководства. Словом, все для желающих исправиться. Но в случае нарушения трудовой дисциплины и режима проживания им может грозить ужесточение наказания вплоть до реального лишения свободы. Иными словами, у каждого есть выбор, на какую дорожку ступить. Гульмира Лайпанова, Михаил Каракелян. Итоги недели. Ну а сотрудники уже давно действующего изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по городу Черкесску на днях провели тактико-специальные учения по предотвращению провокаций со стороны арестованных. Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть на режимном объекте и как в них будут действовать сотрудники изолятора, смотрите в нашем следующем сюжете. Прекратили! Тактико-специальные учения в изоляторе временного содержания города Черкеска проводятся периодически. Действия стражей правопорядка в случае возникновения чрезвычайной ситуации должны быть отработаны от и до. На этот раз были спроецированы три возможных сценария ЧП, при которых арестованные устроили провокации с целью побега. Первая и самая частая – это членовредительство или суицид. «Помоги ему! Помоги! Руку пережми! Если рука, рука в руку пережми!» «Скрывается человек, режет руки!» «Отошли от двери!» «Один! Выходим одному! Выходи сюда! Выходи!» «Руки на стену ставь!» «Вперва ждут, потом досматривают!» «Друга вернули!» «Стене рассматривать!» «Держи! Выходим!» «Время фиксируется, когда затянули жгутом не более двух часов, то есть оказана доврачебная помощь. Помощник дежурного вызвал скорую, помощник дежурного позвонил дежурную часть отдела ВТР по городу Черкесску и уведомил руководителя отдела. Все до приезда скорой помощи, подозреваемый, который нанес себе членовредительство, в медкабинете будет ожидать приезда кареты скорой помощи». Еще одна из самых распространенных чрезвычайных ситуаций, к которой прибегают задержанные, чтобы осуществить свои планы – это пожар. «Внимание! Пожарная тревога! Срочная патриот tale погибла в помещении». Благодаря слаженной командной работе сотрудников изолятора пожар зачастую удается локализовать собственными силами. Так как в одворенном в камеру разрешено курить, иметь при себе спички, вероятность того, что они сами могут поджечь какие-то постельные принадлежности или что-либо высока. Поэтому это может быть не сценировка с целью захвата заложников, с целью побега и так далее. Нередко сокамерники могут устроить и драку. В этом случае также в считанные минуты все прекращается. Задержанных выводят из камеры, досматривают, а затем рассаживают по разным помещениям до приезда следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств. Подобные учения в изоляторе временного содержания проводятся систематически. При этом каждый раз меняются локации, задачи и условия их выполнения для максимально грамотного воздействия в реальных условиях. Это помогает отрабатывать слаженность действий стражей правопорядка, оперативно реагировать в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Чтобы был навык, чтобы не растерялись, предупредили, пресекли. Дежурный, даже если новый приходит, он проходит стажировку в течение месяца постоянно. Днем заступают, мы проводим учения, новый дежурный уже готов. В ходе мероприятий «Тактика специальных учений» сотрудники изолятора продемонстрировали четкую последовательность и слаженность действий. Мадина Братова, Михаак Аракелян. Итоги недели. На базе гимназии номер 19 Черкеска на минувшей неделе состоялась техническая апробация проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Она проводилась без участия выпускников. Это ежегодная необходимая процедура для проверки всей техники и подготовки к процессу проведения единого государственного экзамена, а также обучения технических специалистов и организаторов. Техническую апробацию также провели в пунктах 5, 9 и 18 гимназий республиканской столицы. В 10.00 начинается распечатка работ. То есть по факту, сколько детей явилось в 10.00, столько работ и распечатывается. Каждая работа проверяется на брак, на то, чтобы было очень четко все видно. Затем работы раздаются детям. Если вдруг ребенок опоздал на экзамен по какой-то причине, то он проходит в аудиторию, вызывается член ГЭК и опять-таки запускается дополнительная работа. То есть распечатать больше работ, чем находятся детей, невозможно. Затем дети выполняют работу, заполняют бланки и выполняют работу. После окончания экзамена дети сдают все свои работы. Организатор собирает у детей работы и сканирует их. То есть ставит сканер и производит сканирование всех работ. Как только сканер говорит о том, что все работы отсканированы, все успешно, организатор может запаковывать работы. Сегодняшняя апробация прошла во всех школах в штатном режиме согласно плана и графика. Но это не единственная апробация будет, потому что в текущем году сегодняшняя апробация будет. И уже на следующий год, уже с начала года будут еще несколько, две-три апробации будут во всех организациях. В столице Карачева-Черкесии продолжаются соревнования по различным видам спорта, которые организованы в рамках акции регионального отделения партии «Единая Россия. Спорт. Детям». Состязания проводятся в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, в минувшую субботу состоялись сразу четыре турнира. В 15-й гимназии Черкеска состоялось первенство среди школьников по баскетболу. На стадионе «Нарт» в скорости и прыгучести состязались легкоатлеты. Кикбоксеры выясняли отношения в зале единоборств, а физкультурно-оздоровительный комплекс «Купол» стал местом боев на боксерском ринге. Поведу одержал боксер с синего угла, Бастанова Али и Манчеркеска. Таковы некоторые итоги прошедшей недели. Напоминаю, что все наши репортажи и актуальную информацию вы можете посмотреть на официальном сайте телекомпании «Черкеск» и на наших страницах в социальных сетях. Встретимся в следующее воскресенье. Всем удачи и больше хороших новостей!